всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня рубрика готовлю на несколько дней и начинаю я приготовление с наггетсов которые я уже показывала в предыдущем видео на в данной рубрике не надоели они моим мужчинам единственное что они меня попросили сделать их побольше то есть я раньше нарезала маленькими кусочками теперь меня попросили сделать большими кусочками но соответственно заказали я делаю на самом деле большими кусочками удобнее жарить единственное что их нужно делать тоненькими также я сейчас буду делать баклажаны я их предварительно всегда замачиваю как минимум на полчаса в подсоленной воде теперь добавляю в них тоже соль немножко специй в муку я тоже добавляю немножко соль то есть буду их обжаривать как бы но это не кляр как бы в панировке до такой хорошенечко перемешиваю специи здесь тоже соль с мукой тогда получается вот эта корочка просто но не пресная да немножко подсоленная вот и буду обмакивать соответственно каждую дольку можно нарезать баклажаны так как вам удобней так как вам больше нравится я их делаю немножко потолще можно потоньше чтобы они быстрее обжарились или были более такими ну не знаю в общем кому как нравится можно так сказать то есть я обваливаю в начале в муке потом в яичке иногда путаюсь с последовательностью почему-то вот но в общем и обжариваю на таком чуть меньше среднего огня с двух сторон до золотистой корочки в общем принципе до готовности баклажан ну да до золотистой корочки с двух сторон такие баклажаны можно подавать и очень вкусно подавать соус надайте сметана чеснок и зелень но я в этот раз не делала никакой соус не знаю почему как-то я не делал в это время параллельно тоже там переворачиваю наггетс который у меня жарится в общем во все у меня тут все готовится вот и тоже вот видите переворачиваем баклажаны с двух сторон такой золотистой корочкой получается вот но соусом с этим сметаном получается вкуснее также я буду готовить вот эту бешбарба бешбармач на мне все время не выговорить лапшу которая покупала в ленте именно вот это лентовская она мне не нравится в принципе это обычная макаронная запеканка видите она разварилась при варке я предварительно особенности вот эту лентовской предварительно обязательно отвариваю ну не знаю почему ведь она мне вся разварилась в принципе обычная макаронная спеканка только вот с этой лапшой она получается вкуснее я делаю это детский вариант поэтому у меня сосиски очень вкусно с фаршем фарш обжаренный из томатной пасты с помидоркой с лучком на фарш можно выложить помидорку и сверху второй слой лапши принципе можно из любых макарон это сделать вот и здесь что-то у меня пошло не так при съемках в общем за кадром сделала вот такой опять же сметана разведенная с водой с солью со специями какими вам нравится и заливаем что практически прикрыл прикрыла нашу запеканочку и сверху натертый сыр ставим при температуре 180 градусов до румяной такой корочки так как у нас все ингредиенты здесь готовы уже отправляем эту в духовку а я буду делать еще салат из фунчозы меня поправили в прошлый раз я не знаю почему я называю фрунчоза но мне так интереснее наверное вот вот с такой корейской заправка обратите внимание на эти соусы я не раз их показывала и говорила что они мне очень нравятся здесь получается фунчоза по-корейски очень вкусный вариант единственное что я бы положила побольше овощей что-то я пожалела овощи не знаю подумала что будет достаточно здесь у меня нарезанный перец болгарский и кстати с огорода уже и морковка натертая на терке у меня нет корейской терке надо будет мне и как-то как-то мне и надо будет прикупить кстати на вальбарис уже просмотрела вот и нарезаем так вот огурец то есть я делала все по рецепту который написан на сам вот на самом вот этом пакетике соусом все это складываем в мисочку и нужно их вот эти овощи как бы я называю это пожамкать вот то есть рукой так немножко их чтобы они дали сок чтобы они стали такими более мягкими что ли не соль никакие приправа мы больше не добавляем сюда просто будем заливать непосредственно сам соус добавляем нашу фунчозу и все это должно настояться в холодильнике часа два но здесь кстати у меня два зубчика чеснока но у меня такой чеснок ядреный поэтому я не стала много добавлять можно и побольше но я бы такой сильно острый не хотела потому что сам соус достаточно островат лучше если это блюдо да и растительное масло еще настоится ночь потому что на следующий день вот этот как получается такой корейский салат был очень вкусным у меня постоял два часа потом и ну на ужин да его поели а вот на следующий день он получился еще вкуснее видимо соус окончательно пропитал и овощи все остальное да овощей надо побольше вот по мне так поменьше хунчозы побольше овощей то есть побольше и морковки и до морковку конечно лучше на корейской терочке тоже натереть тогда ее надо получше так пожамкать руками чтобы она дала сок и будет вообще очень очень вкусно единственно что ее сложно достаточно перемешивать вот но я тут старалась как могла в общем очень советую но опять же вот с этим соусом вообще эти соусы для сковородки вог если у вас нет сковородки вог можно обычной сковородки они очень классные стоит пакетик там по 50 или 60 рублей но поверьте он стоит того что очень очень вкусно я решила еще сюда добавить кунжут у меня вот такой черный он на самом деле на вкус никак не влияет просто аппетитно выглядит я бы так сказала так что вот такой вот салат очень вкусный получился вот все что я сегодня наготовила наггетсы только уже такие большие не надоели моим мужчинам не знаю они уже мне надоели но мужчина моим нет едят с огромным удовольствием поэтому и готовлю достаточно часто вот такая вот у нас получается запеканочка очень вкусная но опять же а лапша лучше не не вот не лентовская а я как-то другой марки покупала забыла как она называется ну в общем вы поняли баклажаны наши вот так вот они выглядят еще раз повторюсь лучше конечно подавать с чесночным соусом и фунчоза очень вкусно аппетитно согласитесь выглядит просто обалденно но лучше настояться как я уже сказала дать настояться ночь и тогда она прям вот прямо такая остренькая корейская прям очень вкусно получается вот так вот я наготовила хватит нам на несколько дней еще может быть какой-то там овощной салатик там сделать или там не знаю отварить какой-то гарнир там рис или макарошки или картошечку пожарить и в принципе на несколько дней нам этого всего хватает но я на сегодня с вами буду прощаться надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал и всех люблю целую и до новых встреч